МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первой поликлинике Новосибирска за сутки вакцинируют 120 человек. Желающих сделать прививку приглашают к назначенному времени. Один флакон гам-ковид-вак рассчитан на 5 доз, поэтому группу формируют по 5 человек. Как записаться на прием и как подготовиться к вакцинации, выяснила Татьяна Кияева. Как и все, боюсь заразиться, пока не заболела, спешу сделать прививку. Перед вакцинацией осмотр у терапевта. Людмила Петровна уверена, коронавирусом не болело. Обострения хронических недугов нет. Противопоказаний для прививки врачи не нашли. Поэтому пенсионерки делают укол и дают рекомендации, как вести себя дальше. Можно партусамол, ибупрофен. Если 38,2 и выше, да? Если до этого, то ничего принимать не надо. Все в течение трех дней, все само пройдет. Хорошо. После вакцинации могут появиться озноб или жар, головная боль или температура выше 37 градусов. Из-за недомогания волноваться не стоит, объясняют врачи. Это нормальная реакция организма. Всем, кто сделал прививку, удают памятку. Есть рекомендации и для тех, кто только хочет вакцинироваться. За три дня до постановки вакцины соблюдать здоровый образ жизни, в частности, исключить алкогольную продукцию. И также она не рекомендована в течение трех последующих дней после постановки прививки. Не рекомендовано посещение бани и сауны. И, может быть, это легкий душ, но обязательно, чтобы не было физического воздействия на место постановки инъекций. То есть не тереть мочалкой, либо не расчесывать. В поликлинике номер один вакцинацию проводят в отдельном помещении. Это помогает избежать большого потока людей. Пациентов приглашают к назначенному времени. Один флакон вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК рассчитан на 5 доз. Поэтому группу формирует по 5 человек. Мы всех призываем приходить именно в то время, которое назначают лечебные учреждения. Стараться быть готовым, что нужно провести в сенах поликлиники минут 40, а может быть час. Потому что это будет связано с необходимостью заполнить определенные документы. Пройти собеседование с врачом. Поставить прививку и вообще-то в течение получаса хотя бы понаблюдаться после прививки. Вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК хранят в медицинских низкотемпературных холодильниках. Перед тем, как принимать пациентов, препарат размораживают. В таком состоянии он может храниться не больше двух часов. Повторно замораживать вакцину нельзя. Вакцинацию проводят в два этапа. Второй укол нужно сделать через три недели. Новосибирцы могут записаться на вакцинацию через портал госуслуги или через колл-центр своей поликлиники. Татьяна Кияева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Тем временем 9 человек скончались от коронавируса за прошедшие сутки. В Новосибирской области в регионе продолжают действовать ограничительные меры. В общественном транспорте масочный режим. Сегодня сотрудники полиции, правительства области и Роспотребнадзора проверяли, как его соблюдают пассажиры метро на станции Красный проспект. Александр Сульдин с подробностями. Станция метро Красный проспект. Утренний час пик. По обеим сторонам перона сотрудники полиции. Люди в форме и в штатском входят в вагоны, контролируют посадку пассажиров. Представительная комиссия специалисты регионального правительства и Роспотребнадзора. Форму видят, они в вагоне еще одевают и выходят уже в маске. А так мы немножко, ну, видим, что человек не сможет отговориться. Проверяют наличие масок и то, как их носят. Нарушители попадаются. У кого-то шарф заменяет средства защиты, у кого-то маска на подбородке или в кармане. Даже по приблизительным наблюдениям тех, кто правильно носит маску, сейчас подземки стало больше, чем раньше. Тем не менее, у многих она сползает, кому-то тяжело дышать, как говорят. У меня вот очки потеют. Однако это такое правило хорошего тона, способ не заразить человека, который едет с тобой рядом в вагоне метро. Такого убеждения придерживается Раида Цивилева. Недавно участвовала в испытании вакцины от коронавируса. Сегодня ездила в больницу на осмотр. В общественных местах всегда в маске. Не меня могут заразить, а все равно я могу немножко заразить кого-то. Вот нам так вот как бы объясняли. Хотя у меня уже иммунитет уже выработанный. Не заразить других и сэкономить время и деньги в ходе таких рейдов. Если не надел маску, придется выслушать давно известную инструкцию или беседовать со стражами правопорядка. Могут и оштрафовать. Как правило, 3-5 человек уходят из метрополитена с административным штрафом в 1000 рублей. Если человек сразу же одевает маску, понимает, что он нарушает, осознает это, в принципе, работа на перроне достаточно. Если человек, в принципе, без маски и еще и начинает доказывать свою правоту демонстративно при других пассажирах, конечно же, это сразу же административный материал. В Новосибирске уже начали массовую вакцинацию от коронавируса. Ограничения ослаблены, однако масочный режим по-прежнему действует. И такие проверки тоже продолжат. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Студенты вузов и школьники вышли в патруль вместе с экипажами ДПС. В Новосибирске организовали акцию «Студенческий десант». Молодые люди проходят небольшую стажировку. Инспекторы ГИБДД рассказывают им о своей профессии. Многие из ребят после такого обучения хотят работать в полиции. Александр Потенихин подробнее. Студенты сегодня выходят на дежурство. После развода вместе с дорожными полицейскими они будут следить за ситуацией на дороге. Кирилл Гранин – будущий юрист. После завершения учебы молодой человек хочет использовать полученные сегодня знания на практике. Для того, чтобы узнать, как работают полицейские, как происходит задержание автомобилистов, как это выписывают штраф, как происходит штрафование, как составляются административные протоколы, я надеюсь, что в будущем в обучении мне это поможет. Многие студенты уже сейчас понимают – хотят служить в полиции. И работа в таком патруле это желание только укрепляет. Как говорят сотрудники ГИБДД, каждый десятый молодой человек, побывавший в студенческом десанте, после приходит устраиваться на работу. Выезжали на аварию, смотрели, как сотрудники полиции составляют документы. В будущем собираюсь тоже стать сотрудником полиции и также работать, обучать молодых ребят. Студенты не останавливают автомобили. Несмотря на Жезову в руках, они только наблюдают за действиями опытного инспектора. Особо тщательно сотрудники ГИБДД рассказывают о том, как вычислить тех, кто садится за руль пьяным. Составлено более 20 тысяч административных материалов, из них более 3 тысяч – это водители в нетрезвом виде. К сожалению, у нас статистика говорит о том, что водители, употребив алкоголь, садятся за руль и становятся опасными для других участников дорожного движения. После дежурства студенческий десант отправится в классы. Там им подробно расскажут о правилах дорожного движения, а потом предложат пройти тесты, чтобы закрепить полученные сегодня знания. Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Уникальные товары дизайнеров можно приобрести в Новосибирске. Благодаря сотрудничеству социальных предпринимателей со всей Сибири возник проект «Доброе дело». Его участников, людей с ограниченными возможностями здоровья, учат создавать различные изделия своими руками, а потом их реализовывать. О проекте и его участниках расскажет Елена Богатырева. Экологическая лаборатория заработала в Меге. Она объединила сибирских дизайнеров, причем не только по территориальному принципу, а руководствуясь идеей экологии и осознанного потребления. Будь то экологичный образ жизни или экологичное потребление, будь то стремление продвигать, в принципе, Сибирь, гордиться Сибирью, рассказывать про нее, создавать какие-то уникальные вещи. И наше желание быть ближе к жителям города. Новую жизнь в старые вещи могут вдохнуть, например, акриловые краски. Такие кроссовки будут заметны и индивидуальны. Раскрашивается обувь по индивидуальным эскизам. И производитель обещает, что краска не облупится и не сотрется. В этой части абсолютно небольшого пространства эколаборатории более полутора тысяч работ. Здесь объединены более 60 участников из Новосибирской, Кемеровских областей, Алтайского края и Республики Алтай. Все эти социальные предприниматели – люди с инвалидностью. Я когда на все это смотрю, я вроде бы и вижу, и слышу, но я никогда своими руками таких вещей потрясающих не смогу сделать. И меня, например, восхищает та жажда и любовь к жизни, которая проявляется в каждом этом изделии. Если для большинства интернет-магазинов для продвижения своего товара достаточно обзавестись качественным цветом и хорошим фоном, то для людей с проблемами зрения интернет – недоступная площадка. Для них эколаборатория – единственный способ реализовать свою продукцию. В НГТУ на данный момент обучается более 200 ребят с инвалидностью. Студенты с нарушением слуха занимаются керамикой, деревообработкой. Например, вот они создают такие вот тарелочки, расписывают их. Это уникальные изделия, которые, в принципе, могут быть интересны широкой публике. У сибирских дизайнеров можно купить новую одежду, отремонтировать старую и даже дать вторую жизнь детским игрушкам. Если они не плюшевые, чистые и не сломанные, их можно принести и оставить или обменять. В таком формате эколаборатория проработает до февраля, но при большом интересе посетителей может остаться здесь навсегда. Елена Бактрёва, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Свистопляска игрушек в Крывеческом музее. Более 300 старинных экземпляров выставили в витринах. Куклы, свистульки, погремушки, глиняные и деревянные фигурки рассказывают о традициях и укладе жизни в том регионе, где их сделали. Почему для экспозиции выбрали такое название, что такое шаркунки и кому их дарили? Виола Янголь узнала много интересного, побывав на выставке. Все игрушки на выставке уникальны. Трогать руками их нельзя, поэтому рассматриваем их за стеклом. Наше внимание привлекли вот такие деревянные игрушки. Мы не поняли, что это. Оказалось, это шаркунки. Их изготавливали из мягких пород деревьев. У них внутри горошинки. Поэтому это и музыкальный инструмент, и 3D-пазл, и погремушка. Их дарили семьям, у которых родился ребенок. Если это была девочка, то на верхушке погремушки изображали птичку. Если мальчик, то коня. Люди во все времена изображали в игрушке то, что их окружало. Повседневный труд, праздники, сказки и юмор. И необычное название выставки «Свистопляска» не случайно. Народная игрушка, она именно такая квинтэссенция, конечно, позитива, вот какой-то постоянного надежды, юмора, ярких красок. То есть, как ожидание именно весны и надежды на будущее. Глиняные и деревянные игрушки в экспозиции более 300 моделей. Все разукрашены вручную. Для прорисовки деталей авторы использовали кисточки. А чтобы придать рисунку эффект состаривания – губчатые грибы. Они словно поролон покрывали игрушки сотнями маленьких точек. Создавали эту коллекцию в 80-х годах. Каждая модель в единственном экземпляре. Вот это, например, скоморохи, не просто всадники, а скоморохи на жирафах. Скоморох на лисе. То есть, это совершенно не характерно. Автор вообще очень с юмором подошел к игрушке. В залах музея узнаваемые образцы дымковской, каргопольской и староскольской игрушки. Здесь мы видим прекрасную серию медведей с юмором, очень таких душевных. Медведь, сломавший зуб, медведь с кружкой, медведь с подковой. Вообще, изначально медведей обычно свистульками не делали. То есть, медведя свистеть нельзя, поскольку его уважали, боялись. Игрушки на витринах рассказывают о традициях отдельных регионов – Центральной России, Украины, Белоруссии. Так что на выставке можно не только любоваться экспонатами, но и изучать историю и особенности быта. Экспозиция в Краеведческом музее будет работать до конца февраля. Виола Янголь, Денис Савинский, Новосибирские новости. Чемпионаты первенства Новосибирской области по прыжкам на батуте стартовали сегодня на стадионе «Спартак». Это первые соревнования в новом году, а для самых юных спортсменов вообще первые значимые в карьере. Сильнейшие выступят на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа в начале февраля. За стартом соревнований наблюдал Михаил Якимов. На первенстве Новосибирской области по прыжкам на батуте многие из этих мальчиков и девочек выступают впервые. Им по 9-10 лет и к такому важному старту все готовились очень серьезно. Самые мои сложные элементы это было бланш на живот, ну и сальто вперед согнувшись. У меня всегда там то ли я падала, то ли я не докручивала обычно. И мне надо было их работать, работать. Работала не зря. Сегодня все элементы выполнила. Самые юные спортсмены открывают программу соревнований. Затем идут ребята постарше. Этим спортсменам по 11-12 лет. Среди них уже есть победители и призеры Сибирского федерального округа. В программе сложные элементы. Такие как винт или двойное сальто. Я занимаюсь седьмой год. Но начать двойные не так уж и сложно. Что по всему научиться, ну можно за год всему этому научиться. Нравятся двойные прыгать. Мне очень нравится три четверти прыгать элементы. Почему? Ну у меня не всегда получалось и целом. Мастера спорта выйдут на батут ближе к вечеру. Прошлый год был трудным для всех видов. Но несмотря на то, что несколько месяцев не тренировались в зале, мужская команда Новосибирской области по прыжкам на батуте выиграла бронзовую медаль на чемпионате России. Для них этот старт в первую очередь проверка сил перед более серьезными соревнованиями. Впереди у нас Сибирский федеральный округ. После федерального округа у нас надежды России, всероссийские соревнования, кубок России. И поэтому для детей этот первый старт, он очень важен. Кто-то изменил программу, кто-то перешел в другую возрастную группу. Поэтому здесь у нас все это учитывается. Мы учим детей дальше работать. В последние годы прыжки на батуте в Новосибирске получили активное развитие. В секции занимается 340 спортсменов разного возраста. Раньше все ютились на стадионе «Спартак». Теперь тренируются еще и на Красном проспекте 220. А скоро для прыгунов построят специализированный зал на Немировича-Данченко. Михаил Якимов, Олег Крылевец. Новосибирские новости. Еще больше новостей каждые полчаса на радио «Городская волна». Частота 101,4 FM. На сайте nsknews.info узнаете о том, как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести» на площади Калинина. А завтра в эфир кабельного канала «Новосибирские новости» выйдет информационно-аналитическая программа «Новосибирская неделя». На этом все. Хороших выходных.